приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут анна сегодняшним видео я хочу вас научить вязать вот такой вот замечательный узор это один из разновидностей узора миссони миссони это мы сейчас так его как бы называем а так в простонародье его называют узором волны узором зигзаг есть очень много разных схем вязания в интернете эти узоры могут быть как мелкие так и крупные этот узор можно применять как для обработки края изделия также можно применять его полностью как самостоятельный узор во всем изделии получается что за счет того что мы идут определенные убавления в каждом ряду и накиды в другие также рядышком накиды за счет этого получаются такие вот зигзагообразные волнообразные узор схему вот именно данного узора я вам прикреплю в видео сделайте пожалуйста скриншот потому что нет возможности вам напрямую до показывать этот узор сделайте скриншот и по этому скриншоту пробуйте вязать значит в этом в этой схеме данные лицевые и изнаночные ряды сразу и в основном все схемы вязания узора миссони даются для вязания по кругу то есть в круговом вязании если вы вяжете поворотными рядами то нужно читать схему получается первый ряд слева справа налево и 2 ряд слева направо и уже тут вяжется получается по узор давайте начнем провязывать узор значит первую петелечку мы с вами снимаем в первом ряду у нас вяжется 1 накид 13 лицевых и 1 и 2 петли вместе с наклоном вправо вяжем накид 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 12 13 вот мы провязали 13 лицевых сейчас у нас с вами 2 петли вместе с наклоном вправо как мы вяжем заводим спицу снизу подхватываем ниточку и провязываем вот у нас две петли вместе с наклоном вправо вот у нас петелька смотрит вправо повторяем накид 13 лицевых 13 лицевых и две петельки опять таки с наклоном вправо заканчиваем так как я свяжу этот узор поворотными рядами значит здесь мы будем читать схему слева направо но при этом будем учитывать что вот у нас во втором ряду на схеме написано что нам нужно провязать 2 с наклоном вправо лицевые обозначены нам надо будет с вами провязать не 2 лицевые с наклоном вправо а 2 изнаночные и лицевые петельки мы будем здесь провязывать не лицевыми петельками а изнаночными накид снимаем первую петелечку у нас идет слева направо 2 вместе с наклоном вправо как мы это вяжем просто берем 2 вместе петелечки изнаночные и провязываем их изнаночные 1 поворачивают наше вязание и видите да что петельки у нас с вами смотрят в эту сторону нам нужен наклон вправо дальше мы вяжем уже 12 у нас написано лицевых но мы вяжем 12 изнаночных так как мы поворотными вяжем рядами 12 изнаночных далее идет накид накид мы провязываем у нас в схеме нарисована изнанкой но мы вяжем ее лицевой далее провязываем 2 вместе с наклоном вправо 12 изнаночных 12 изнаночных далее идет у нас накид и накид провязываем лицевой кромочная третий ряд уже вяжем по рисунку у нас идут с вами 2 изнаночные 2 изнаночные накид у нас идет как петелечка да и мы тоже провязываем изнаночные вот получается у нас 2 изнаночные далее идет у нас с вами накид потом у нас идет с вами 11 лицевых 11 лицевых далее 2 петли вместе с наклоном вправо подтягиваем вторую петельку и через нее через низ протягиваем 2 петельки вместе лицевой далее у нас идет 2 изнаночные накид 11 лицевых 11 лицевых 2 петли вместе с наклоном вправо снизу поддеваем вторую петлю через вторую протягиваем первую и вытягиваем ниточку четвертый ряд четвертый ряд мы вяжем слева направо по узору получается 2 вместе у нас будет с наклоном вправо 2 вместе изнаночной вот если сомневаетесь правильно вы провязали эти 2 вместе ли нет поверните на лицо из на ну на лицо и посмотрите в какую сторону у вас смотрят петельки вот они у нас должна вот такая полосочка получаться здесь цепочка далее 10 у нас с вами будет изнаночных 10 изнаночных потом у нас идет накид потом 3 лицевые опять 2 вместе с наклоном вправо 10 у нас получается изнаночных накид 3 лицевые получается в изнаночных рядах мы лицевые накиды вяжем лицевыми петлями как указано по рисунку далее мы с вами вяжем 5 ряд 4 изнаночных 3 эти три я провязала 4 петелька у нас идет как накид мы тут накид тоже вяжем изнаночной как по рисунку у нас указано вот провязали 4 изнаночные накид 9 лицевых 9 лицевых мы провязали с вами две петли с наклоном вправо далее опять вяжем 4 изнаночные накид лицевые 9 лицевых 2 вместе с наклоном вправо лицевой кромочная видите да у нас у вас уже получается идет цепочка такая ровненькая разворачиваем вяжем шестой ряд 2 вместе изнаночной 8 8 изнаночной 8 8 изнаночных накид накид провязываем лицевой получается у нас 5 лицевых далее опять-таки 2 вместе изнаночной с наклоном вправо 8 лицевых выясняюсь изнаночных накид 5 лицевых кромочная 7 ряд у нас с вами идет по рисунку 6 изнаночных накид 7 лицевых 2 с наклоном вправо 2 лицевые с наклоном вправо опять 6 изнаночных в лицевых рядах накиды провязываем изнаночный накид 7 лицевых 2 вместе с наклоном вправо кромочная 8 ряд 2 вместе с наклоном вправо 2 изнаночные далее 6 изнаночных у нас идет с вами накид 7 лицевых 2 вместе изнаночной 6 изнаночных накид 7 лицевых накид 7 лицевых накид 5 лицевых 2 вместе с наклоном вправо 5 лицевых 2 вместе с наклоном вправо вот у нас уже как видите узорчик вырисовывается 10 ряд 2 вместе с изнанкой с наклоном вправо 4 изнаночных накид 1 2 3 5 6 7 8 9 лицевых 2 вместе изнаночной с наклоном вправо 4 изнаночные накид 4 изнаночные накид и 9 лицевых одиннадцатый ряд у нас с вами уже здесь у нас получается с вами 12 изнаночных накид 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо 10 изнаночных накид 3 лицевые 2 вместе с наклоном вправо 12 ряд 2 вместе с наклоном вправо изнаночной 2 изнаночные накид 13 лицевых 2 вместе изнаночной 2 изнаночные накид 13 лицевых осталось у нас провязать еще два ряда и потом с 15 по 28 ряд узор начинает вязаться симметрично тому что мы провязали с вами значит тринадцатом ряду у нас получается 13 изнаночных накид лицевая 2 вместе изнаночные изнаночные по рисунку накид лицевая 2 вместе 14 ряд у нас с вами 2 вместе с наклоном вправо накид 13 лицевых вот мы с вами связали 15 рядов 14 рядов узора пол схемы с пятнадцатого ряда узор начинается вывязываться симметрично тому что мы с вами провязали итак мы провязали с вами половина нашего рапорта сейчас будем вязать с вами 15 ряд здесь какие нюансы здесь у нас получается наклоны петель и вот эти две вместе здесь у нас был наклон вправо сейчас нам надо вязать наклон влево значит первая петля у нас снимается далее по узору идет 2 вместе с наклоном влево что мы делаем первую петелечку мы снимаем вторую провязываем лицевой и протягиваем первую сквозь вторую вот у нас получилось с вами петельчика которая с наклоном влево далее у нас с вами 13 лицевых 13 лицевых накид опять вяжем 2 вместе с наклоном влево вторую петель первую сняли вторую провязали первую протянули вторую протянули сквозь первую вот у нас получился наклон вяжем дальше 13 лицевых и накид в конце изнаночная разворачиваем вязание согласно схеме напоминаю так как мы вяжем поворотными рядами мы с вами читаем схему слева направо значит у нас получается что сейчас мы вяжем лицевую потом делаем накид потом вяжем 12 изнаночных провязали вот мы 12 изнаночных сейчас нам надо с вами провязать 2 изнаночные с наклоном влево как это делается мы заводим спицу правую под петельки вот здесь вот не сверху как мы вязали до этого а именно под петельки нам нужно эти петелечки развернуть вот мы заводим спицу снизу вверх вот таким образом при этом конечно нить должна быть перед работой снизу вверх вот они мы завели вот чтобы вам видно было снизу вверх и провязываем изнаночную снимаем вот проверяйте когда будете вязать проверяйте наклон у нас лег так как нам надо влево или не так вот петелька образовалась у нас наклоном влево далее вяжем лицевая накид 12 изнаночных 12 изнаночных 2 петли вместе с на изнаночной вместе с наклоном влево опять-таки нить у нас перед работой сейчас пока вам покажу как вот вот заводите спицу снизу вверх вот так вот снизу вверх и провязываете изнаночная вот у нас там петельки развернулись так как нам надо далее вяжем по узору самое главное когда вы будете вязать с 15 по 28 ряд не забывать вот эти петельки правильно разворачивать если вы в изнаночном ряду неправильно развернете петельку и провяжите 2 вместе изнаночная неправильно у вас не образуется вот такой вот четкой линии как вот у меня здесь смотрите видите какие четко четко ли не выражены здесь здесь сейчас еще один ряд с вами провяжу у нас по узору получается 17 ряд 2 вместе с наклоном влево первую петельку снимаем провязываем вторую петельку провязываем лицевой первую вторую протягиваем потом сквозь первым вот кто-то вяжет по-другому кто-то вот так вяжет просто снимаю 2 первые петельки эту просто разворачивают их и провязываю 2 вместе вот таким образом то же самое в принципе получается но вот так как я вам первый в первый раз показала так меня учили в школе вязания и его для себя я считаю что вот это вязать правильнее хотя в принципе каждый сам выбирает как ему удобней самое главное чтобы линия рисунка не нарушалась итак мы провязали значит 2 вместе далее у нас с вами идет 11 лицевых по узору 11 лицевых накид 2 изнаночные опять 2 вместе с наклоном налево 1 снимаем провязываем 2 лицевой и протягиваем вторую сквозь 1 далее получается 11 лицевых накид 2 изнаночные 18 ряд 3 лицевые накид 10 изнаночных самое главное провязать правильно 2 изнаночные вместе с наклоном влево вот у нас остается 2 изнаночные опять-таки еще раз показываю заводим спицу снизу нам надо попасть вот во вторую петельку снизу сюда мы заводим снизу через две петельки чуть-чуть их вот через две петельки и провязываем изнанкой проще метод я не могу вас научить попроще я учу вас так как вижу сама далее по изнаночными вяжем опять у нас с вами 2 вместе изнаночной здесь конечно же есть другой способ то что опять-таки развернуть петли но они все равно будут у вас связаться снизу вверх но никак по другому петлю не ну невозможно для меня сделать я не понимаю как по другому я делаю так как меня учили то есть мы делаем с вами снизу вводим вверх протягиваем делаем 2 вместе и смотрим видите идеально ровный шнур который смотрит в левую сторону и так далее хочу обратить ваше внимание самое главное на то что если вы будете вязать по кругу то такие манипуляции как я вам говорю там разворачивать что-то вязание это не нужно делать вы просто вяжите по кругу его вяжите так как указано на схеме то есть первый ряд у нас лицевые накид 2 вместе второй ряд где нарисована схема что нужно связать изнаночную вы вяжете просто изнаночную делайте накид далее вяжите лицевыми если же вы решили связать как я вот поворотными рядами данный узор тогда до схемы мы читаем первый ряд слева направо читаем схему а изнаночный ряд это вторые то есть нечетные четные ряды 2 4 6 8 так далее мы вяжем по схеме но как противоположно если на схеме нарисованы лицевые мы их вяжем изнаночной если нарисованы будут петли изнаночные значит мы их вяжем лицевыми накиды вяжутся как обычно значит в на этой схеме кружочки обозначают накид ровная палочка обозначение это идет у нас лицевая петля палочка с наискосок вправо это у нас получается 2 вместе с наклоном вправо а которая впала палочка влево это 2 вместе с влево этот эта схема этот узор очень простые даже новичок справиться с ними с этим узором тем более если новичок вяжет по кругу то ему достаточно знать что такое накид изнаночная петля и лицевая таким образом вот я вижу свое изделие видите у меня две полоски получается это узор миссони меланжевой ниткой а здесь один раппорт у меня получается даже не один а 15 петельщик получается узором уже однотонная нитка здесь у меня 28 рядов здесь 15 и так я чередую 28 15 рядов очень красиво ложится ниточка и так сегодняшнем видео мы с вами научились вязать данный узор каждый применит его там где он посчитает это нужно вот если какие-нибудь вопросы по данному по данной техники у вас будет пожалуйста пишите задавайте вопросы спасибо всем кто посмотрел до конца не забывайте подписываться ставить лайки мне будет очень приятно а вам не сложно я с вами не прощаюсь говорю вам до свидания до следующих обзоров и уроков пока пока